Здравствуйте, ребята! Тема урока «Построение бисектрисы угла. Построение середины отрезков». Рассмотрим первую задачу. Построение бисектрисы угла. Дан угол А нам необходимо построить бисектрису угла. Для этого строим окружность произвольного радиуса с центром в точке А. В нашем случае достаточно дуги окружности, чтобы она пересекла стороны нашего угла. Точки пересечения сторон и дуги окружности обозначим В, С. Строим окружности одинакового радиуса с центрами в точке В и С. Опять достаточно дуги окружности до пересечения этих. Точку пересечения обозначим точкой Д. Эта точка Д находится внутри угла А. Проведем луч А, Д, который является бисектрисой угла. Дан вашим это рассмотрим треугольник А, Б, Д, А, С, Д. А, Б равно А, С, как радиусы окружности, построенные с центром в точке А. Б, Д равно Д, С, по построению как радиусы одинаковых окружностей. А, Д – общая сторона. Треугольник А, Б, Д равен треугольнику А, С, Д по трем сторонам. Из равенства треугольника следует, что угол В, А, Д равен углу С, А, Д. А это значит А, Д бисектриса угла. Рассмотрим следующую задачу. Построение середины отрезка, то есть деление отрезка пополам. Там отрезок А, Б, нам необходимо поделить его пополам. Для этого строим две окружности одного и того же радиуса, большего половины отрезка с центрами в точке А и точке В. В нашем случае, как я уже говорила, достаточно две дуги окружности. Точки пересечения дуга окружности обозначим точкой С и точкой Д. Прямая С, Д пересечет отрезок А, Б в точке М. Точка М и есть середина отрезка А, Б. Докажем это АС равно С, Б, А, Б равно Д, Б как радиусы одинаковых окружностей. Значит, точка С и точка Д равно удалены от концов отрезка А, Б. То есть они лежат на середине перпендикуляра. Значит, С, Д серединный перпендикуляр к отрезку А, Б. Следовательно, А, М равно М, Б. Замечательно, данный способ построения середины отрезка является способом построения серединного перпендикуляра к отрезку. Желаю успехов в изучении данной темы.